Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и сегодня мы с вами познакомимся с исполнителем роли Лютика в сериале Ведьмак, актером Джои Бетти, а между делом нарисуем небольшой арт по сериалу с его персонажем. Даже в жизни Джои выступает в роли джентльмена и не прочь поработать немного прислугой, а также поэкспериментировать с цветом волос. Вам с пузырьками или без? Без, пожалуйста. Вау, вот это сервис. Вот это сервис! Обслуживание с улыбкой. Да, вы же взяли мальчика из паба. Ну, теперь я не буду задавать тебе все эти сложные вопросы. О, отлично, спасибо, в этом и был мой план. Я горжусь вами. Обожаю твои волосы. Ой, спасибо. Божественно. Я сделаю их специально для меня. Да, да. Может мне сделать такие же для премьеры сегодня вечером, как думаете? Розовый пойдет? На это нужно время. Да. Да, на это нужно время, около трех часов. Да, у нас есть, у нас есть время, да? У нас есть время. Иду сегодня с розовыми. Ты большой оптимист. Джои давал это интервью перед премьерой в Польше. А до этого они ездили на премьеру в Лондон. Поэтому Джои поинтересовались, каковы же его ощущения перед премьерой именно в Польше, на родине Ведьмака. Я чувствую себя подозрительно, спокойнее, чем когда мы были на премьере в Лондоне. Потому что это был реально забавный опыт, но мой уровень стресса прямо зашкаливал. Я сошел с самолета в Польше, и мои рученьки просто ослабли. Я чувствовал, будто вернулся домой. Я не беспокоился о том, как примут этот сериал здесь. Потому что я знаю, что поляки прямо живут этими книгами и играми по этой вселенной. Мне просто интересно, что они о нем скажут. И хотел бы встретить людей, которые любили Лютика еще до того, как я о нем узнал. И тут возник один из самых щепетильных вопросов, на которых Джои, в принципе, и навел. То есть, мол, ты же понимаешь, что большинство людей в Польше свое представление о Ведьмаке. И в интернете идут бури и тучи обсуждений на эту тему. Все срутся и ругаются по этому поводу. И это происходит повсеместно. И ожидания людей могут просто не оправдаться. В итоге его спросили, напрягается ли он по этому поводу или нет. Нет, я думаю, что дискуссии и обсуждения — это лучшая часть всего этого. А, в смысле, нет идеальных сериалов, как и нет идеальных историй. Я думаю, что история Пана Сапковского близка к идеалу, но что очень круто в рамках этого фэндома — это его многогранность. И там можно найти то, что ты полюбишь, и найти то, что ты полюбишь не очень. Ведь все эти обсуждения между теми, кто говорят «О, да я обожаю эту вселенную». И я думаю, у каждого будет свое мнение. И каждый что-то скажет. И я думаю, это очень важно. Типа, для этого мира лучше не найти. Также еще один интересный вопрос, который обычно интересует многих. А читал ли он книги по Ведьмаку и знаком ли он со вселенной? И самое главное, было ли это до сериала или после того, как он получил роль? А ты прочитал все книги? Я, да. До того, как ты получил роль? Нет, я, в общем, получил роль. И потом я прочел все книги за три с половиной недели. И вообще, это быстро я не рекомендую, потому что я вообще не врубался, что там происходит. В смысле, я знаю, что там происходило, но если меня спросят, какая книга твоя любимая, я скажу, я не знаю, наверное, там, где была битва при Тонеде, понимаешь, о чем я? То есть, в каком рассказе это было? В части презрения или где? То есть, я не скажу, какая конкретно мне нравится. Но я, конечно же, люблю эту серию книг. Их прочтение еще больше побудило меня взять на себя эту роль. Бывало, местами меня прямо затаскивало во вселенную, созданную Паном Сапковским, в это темное славянское фэнтези с черным славянским юмором, который он обожает. Это было то, что привлекло меня, и... О, да, ам, ам... Я снова его прочитаю, это мой рождественский подарок. Так, отключусь на месяцок от мира и не буду выходить в свет. Пока читаю. Серьезно, да. А теперь мы плавно подобрались и к Лютику, так как Джои упомянул славянский юмор, а Лютик — это его прямое воплощение. И этот парень как раз-таки подходит под воплощение славянского юмора. Серьезно? Оу, я бы сказал, что это скорее Геральт подходит под определение славянского юмора. Да, ну потому что он суровый и постоянно попадает в эти темные неприятные моменты, в которые он привносит капельку света, он прется от темноты. Я бы сказал, что Лютик, вот Лютик, которого именно я играю, имеет очень много, знаешь, британских черт. То есть славянский юмор здесь идет из того, что я как Лютик выгляжу как британец, который постоянно тараторит и сыпет глупыми жутками. А вот Геральт говорит, о бог мой, когда это закончится, каждые 30 секунд. Вот для меня славянский юмор. Но я не знаю, я могу ошибаться. Тут женщина, что брала интервью, решила сразу просветить Джои, кто такой на самом деле Лютик. Что ж, ну Лютик, он бабник, пьяница, он также невероятно приставучий парень. И в польской литературе есть много таких персонажей. Да, интересно, что вы использовали термин «бабник». У нас было много обсуждений на эту тему на съемках со сценаристами, поэтому я хотел бы это все объяснить. Несмотря на то, что Лютик любит брать лучшее от жизни, хорошую одежду, вино, хорошую компанию, думаю, думаю, стереотипный персонаж типа бабника уже немного устарел. И за этим уже не так интересно наблюдать. Мы интерпретировали его порывы несколько сильнее. То есть он не то чтобы бабник, он просто по-настоящему влюбляется во всех. У него настолько большое сердце, что он влюбляется без памяти в каждого, с кем общается. И знаешь, она может сказать «я пойду выпить», а он скажет «окей, хорошо, люблю тебя, еще увидимся». А потом он замечает еще кого-то, и сейчас он любит именно этого человека, и это не значит, что он изменяет, или он бабник. Факт в том, что он действительно просто... Он как щенок. В общем, он просто одержим каждым, кто перед ним стоит. И это то направление, которое мы хотели задать Лютику в нашей интерпретации. Так он романтик? Да, я бы сказал да. И финальный вопрос строится на «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой». От которой Джои уже порядком устал. А ведь она с ним надолго. Я просто обязана спросить вас о песне. Да, она так и вертится у меня в голове. Приношу свои извинения. «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой». Как ты себя будешь чувствовать за два дня до премьеры, и после нее, когда каждый, кто увидит сериал, будет петь ее. Каждый раз, когда тебя увидит. Да. Ты чувствуешь напряжение? Совсем нет, я не писал ее. Ее написали Джиона Астеллини и Сони Белоусова, великие композиторы. Написали эту песню, и я... Ты говорила, что она постоянно вертится у тебя в голове, у меня это было 8 месяцев, как первый раз ее услышал. Могу представить. «Иду в души, ведьмаку заплатите...» О боже, за что? «Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной». Мне нравится, что у нее такой броский характер. И если людям это тоже понравилось, то они имеют на это полное право, и... Если кто-то поет мне, то я пою ему в ответ, пока не убегу и не спрячусь. Она реально прилипнет к тебе, на самом деле. И это правильно, я думаю, что этой песне именно на это место и предназначено. Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо большое, рад был вас увидеть. Вот так. А теперь настало время увидеть мой небольшой арт. «Ведьмаку заплатите, копченой котлетой, копченой котлетой, о-о-о-о-о...» «Ведьмаку заплатите, он схавает э-э-э-э-э-э-э-эт-о» Пишите свои предложения по поводу этой песни в комментариях. А если вам понравился арт и вы хотите заценить полную версию, то переходите в мой паблик, либо в инстаграм. А на этом всё. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал и предложить свои ролики для перевода или озвучки вы можете в моём паблике, либо через Донат Алёртс. Все ссылки в описании. Субтитры подогнал «Симон»